доброе утро утро восьмого дня моего путешествия то есть второй недели и начинается мое утро питьем чая из цветов красного клевера немножечко шиповника и цветов черной бузины посмотрим вчера вечером мы говорили что же там получилось вечером и вчера все это заваривали бросали в горячую воду теперь все это настаивалось вот такая получилась масса сейчас мы выловим и уже выбросим ненужные отожмем ненужные цветы конечно они уже не такие красивые они всю свою силу всю свой все свои витамины всю свою энергию отдали уже воде ну что ж зеленоватый вышел чай теперь пробуем без сахара пока травянистый слегка сладковатый даже с какой-то кислиночкой довольно таки приятный напиток а если еще учесть сколько здесь витаминов и нужных для человека веществ которые очистят ваш организм от всяких шлаков помните я мариновал трутовики серно-желтые вот в который раз они меня выручают посмотрите прямо целые куски такое ощущение что мясо если бы кто не знал что это грибы трутовики подумал бы что это мясо рубленое вот еду и любуюсь этими просторами хмельничины красота кака налево направо поля и ты вот один вот это настоящее велосипедное путешествие настоящий велосипедный маршрут который должен быть без машин без транспорта со свежим воздухом меня всегда интересует походжение назв на Винничине проезжал село я називаю Круподеренцы то есть там дерли крупу и там действительно есть млин триповерховый а вот сейчас я проезжаю село я називаю воскодавенцы это говорит что тут давили виск займалися бжолярством это мабуть така давняя назва села мабуть робили свечки церковные або будь что инше с воску тобто давили виск и выготовляли ризни вироби воскодавенцы сейчас произошел один маленький приятный нюанс который вызывает душевный взрыв я замешался остановился чтобы положить камеру а мимо проезжала тарантайка с людьми и женщины у меня спрашивают может вам помочь с помощь какая-нибудь нужна вы понимаете вот когда нет ни людей ни селений ничего действительно а вдруг нужна помощь вероятно они сами попадали в какие-то ситуации и понимают это это очень отрадно и очень приятно вдруг действительно мне нужна была бы помощь золото не вода а 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 посмотрите на эти бескрайные пшеничные поля которые и и а и и и и и Сейчас я нахожусь в поселке Черный остров на Волчьей горе. И вот возле такого костела есть довольно-таки интересные вещи. Ну, во-первых, дверь. Посмотрите на эту дверь, где замочная скважина. Это ручка. Это замочная скважина одна и замочная скважина вторая. И дверь. Значит, я вот подхожу, я должен аж вот так поднять руку. Вот так, чтобы дотянуться до замочной скважины. А до этой вообще. А до конца дверей. Это я должен быть какого роста. Пятиметровый. Так, здесь ключ стоит. Ключ, ключ, ключ. Замочная скважина. Что-то мы увидим. Что-то увидим, может быть, вот так. Интересные ручки здесь в виде льва. Как буддийские какие-то. Так, с другой стороны. Не знаю, наверное, это, наверное, наводел. Наводел, чтобы стучать. А еще вот такое приспособление, чтобы чистить обувь. Значит, ты подходишь с грязной обувью, берешься вот за эту ручку, чтобы жирно в пасты. И вот такими движениями чистят что-то изжуття, чтобы зайти чистым. И с этой стороны. Зайти чистым. Видно, правую чистят больше, потому что щетки с правой стороны больше счищены. Субтитры создавал DimaTorzok